С 6 апреля многофункциональные центры региона по предоставлению государственных услуг возобновляют работу в обычном режиме, но прием заявителей в МФЦ теперь осуществляется исключительно по предварительной записи. Существует несколько способов записи на прием. Можно на официальном сайте учреждения «Мои документы 62.рф» или по телефону 4912 55 50 55. Для записи потребуется ваше имя, отчество, обязательно нужно выбрать услугу и оставить свой номер телефона. Почему мы решили работать? Потому что МФЦ это все-таки учреждение, которое предоставляет весь перечень услуг. Он нужен людям, потому что эти услуги не всегда предоставляются в электронном виде. Очень востребованы услуги Росреестра. Их нельзя получить через электронный вид, но если вы подтвердите свою запись и подадите в Росреестр свою заявку на получение в электронном виде, то вы сможете потом в дальнейшем получать эту услугу удаленно уже дома. Поэтому на сегодняшний день возможность подать Росреестру услуг только через МФЦ. Прийти в МФЦ с 6 апреля необходимо за 10 минут до времени записи. Приезжать заранее нет нужды. В назначенное время система электронной очереди автоматически вызовет заявителя в окно приема. Обслуживание будет производиться только по услуге, по которой произведена предварительная запись, а также тому лицу, чьи данные указаны при записи на обслуживание. Пока некоторые граждане пытаются прорваться без записи, но сотрудники МФЦ уверены, что такой режим работы будет удобен для всех. Мы ежедневно обновляем объявления, делаем их более читабельными и понятными для заявителей, чтобы можно было простым языком понять, как получить услугу. Поэтому я думаю, что это первые рабочие дни, они сложные, но я думаю, что все заявители останутся в принципе довольны, потому что, собственно, для этого мы и работаем, чтобы не остановить жизнь. График работы территориальных отделов МФЦ города Рязани с 9 до 18 часов с понедельника по субботу. Территориальных отделов районов Рязанской области с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу и с 9 до 13 часов в субботу. Обеденный перерыв с 13 до 14 часов. Выдача документов будет осуществляться посредством приглашения заявителя сотрудникам МФЦ по телефонной связи.